Искусственный интеллект занимает в нашей жизни все больше места. Автопилоты, чат-боты, распознавание лиц стали обыденностью. Но что такое искусственный интеллект и на что он способен? Исторически искусственный интеллект развивался в двух направлениях. Первое направление связано с идеей воссоздать нейронную структуру человеческого мозга в виде микросхем. В 1943 году нейропсихолог Уоррен Маккалек и логик Уолтер Питтс сформулировали концепцию искусственной нейросети. Нейросети научились распознавать образы и речь. В некоторых задачах они уже превзошли человека. Самая большая нейронная сеть достигает порядка 1 миллиона нейронов. Но человеческий мозг куда сложнее, он состоит из 100 миллиардов нейронов. При этом мозг потребляет всего 20 ватт энергии, а небольшая нейросеть – киловатт электричества. Второй подход к созданию искусственного интеллекта восходит к математику Аллану Тьюрингу. 70 лет назад он предложил знаменитый тест. Если машина сможет убедить человека, что тот общается с живым собеседником, значит машина мыслит. Из этого подхода выросли системы, которые не симулируют мозг. Они работают благодаря строгим описаниям и формальной логике. Их наследники совмещают логические правила с элементами машинного обучения. Они применяются в бизнес-моделировании, на них построены голосовые помощники, встроенные в смартфоны. Что умеет современный ИИ? Писать музыку в стиле Александра Скрябина, правдоподобно синтезировать человеческую речь и говорить разными голосами, распознавать изображение, то есть видеть. Каждый год проходит конкурс ImageNet. Программы должны разделить изображение на тысячу классов. На конкурсе выступали нейросетевые архитектуры, способные сортировать огурцы или считать морских котиков. Развитие мышления у машин сегодня связано с таким подходом, как обучение с подкреплением. В 2013 году интеллектуальная программа придумала оптимальный алгоритм прохождения видеоигры Atari. Сегодня боты учатся играть в современные игры. Они побеждают сильнейших геймеров в стратегическую игру Dota. В 2015 году программа AlphaGo обыграла чемпиона мира в игру Go. Искусственный интеллект, способный решать отдельные задачи, называется слабым. Идеальная цель — создание сильного искусственного интеллекта, мыслительными способностями, не уступающего человеку. Возможен ли он? Можно ли будет назвать его сознанием? Мы не знаем. Ни компьютерные науки, ни философия не дают однозначного ответа на этот вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok